Вид спорта, покоривший мир. После российского чемпионата мира по футболу, увлечение игрой стало поистине всеобщим. Футбольные матчи и турниры стали самыми массовыми спортивными мероприятиями и в нашем городском округе. Ежедневно на Фокинском стадионе проходят тренировки юных футболистов. Выходит на поле тряхнуть стариной и ветераны. В апреле в городе стартовал традиционный турнир по мини-футболу среди игроков в возрасте 45+. Подробнее о спортивной эпидемии в городе-у-море в сюжете, который выходит в рамках проекта «Здоровый образ жизни – это норма». Увлечением всей жизни считает футбол военный пенсионер ТОФ Алексей Викторович Кислицын. Дворовая игра в мяч с друзьями и мальчишками полюбилась ему с детства раз и навсегда. Куда бы ни забрасывала будущего военного моряка судьба, где бы он ни оказывался по долгу службы футболу, всегда находилось время и место. С детства прямо вот совсем во дворе играли футбол и до сих пор на службе играл. В общем, всю жизнь желание выйти на поле, поиграть с мячом, с ребятами, пообщаться. Вот это как-то вот постоянно. Поэтому и приходим сюда, играем. Не расстается с любимым видом спорта ветеран до сих пор. Тем более, что в Фокино к футболу отношение особое. Ни одно спортивное мероприятие или городской праздник не обходится без футбольного турнира. Кроме того, третий год подряд в городском округе по инициативе администрации проходит открытое первенство по меню футболу среди спортсменов почтенного возраста категории 45+. В этом году турнир стартовал в конце апреля и к середине лета успел набрать обороты. Футбольные матчи проходят по средам каждую неделю. Команды, участники городского турнира играют по круговой системе. Борьба за выход в финал и награда идет серьезная. Несмотря на это, каждый матч больше напоминает встречу добрых друзей, нежели спортивное сражение. Я так думаю, что у некоторых стрессы на работе, чтобы этот стресс снять, другие получить удовольствие от этого процесса. А так, в основном, общение между людьми. Они общаются, разговаривают, скажем так, получают по-своему удовольствие. За престижный кубок главы городского округа в этом сезоне сражаются три команды – «Ветеран», «Победа» и «Восход». Несмотря на то, что богиня Победы, как известно, особо с переменчивым характером, явное лидерство турнира принадлежит игрокам «Восхода». У них более-менее игроки сыгранные, люди друг друга. Но они чаще всех собираются. Они более друг друга знают. Но остальные команды, можно сказать, кто пришел, так и поделились. Очередная встреча турнира на этой неделе сложилась совсем уж неожиданным образом. В этот вечер желающих поиграть в футбол на стадионе оказалось в два раза больше запланированного. На поле вышли не только ветераны, но и молодые футболисты. Проблему решили полюбовно. Две ветеранские команды, объединившись в одну сборную, выступили единым фронтом против молодежной сборной. Извечный спор между молодостью и зрелостью на этот раз завершился победой более опытной команды. В конце первого тайма нападающий Артур Мещенюк забил гол, оставшийся до конца матча безответным. Увлекательная и напряженная игра закончилась со счетом 1-0 в пользу ветеранов. Невольными свидетелями необычного футбольного матча стали юные футболисты, воспитанники отделения футбола Фокинской детско-юношеской спортивной школы. Очередная тренировка превратилась для ребят в познавательный практику. Летом ученики тренера Сергея Матюхина не прекращают ежедневно тренироваться. Кроме того, участвуют в выездных, краевых, региональных соревнованиях по футболу. Недавно мы выезжали на соревнования на первенство Приморского края в город Находку по 2006-2007 годам рождения детям. Всего участвовало в соревнованиях около 20 команд. В нашей группе было 9 команд, которые играли в Находке по круговой системе в течение четырех дней. Участвовали команды «Лучая энергия Владивосток», «Океан Находка», две команды с города Артема, «Партизанск», «Большой камень» мы им. По итогам сыгранных матчей фокинцы заняли седьмое место. По мнению тренера-преподавателя, для дебюта молодой сборной это неплохой результат. Кроме того, встречи с серьёзными, сильными соперниками расширяют игровые возможности ребят, помогают оценить уровень своей подготовки, познакомятся с разными футбольными школами. Потому что сильнейшие команды Приморского края выиграют, у них опыта побольше. Тем не менее, ребята всё, скажем, годом увереннее, увереннее выиграют, набираются опыта, стараемся участвовать регулярно во всех соревнованиях. И прогресс заметен, скажем, годом игра улучшается. Это даёт результаты участия в подобных соревнованиях, в других соревнованиях. Зимой мы выезжаем, стараемся на все турниры выезжать. Поэтому рост налицо. Без сомнения, чемпионат мира по футболу 2018 стал мощным катализатором активного интереса к этой и так достаточно популярной и массовой спортивной игре. Все мальчишки Фокина вместе с родителями увлечённо следили за каждым матчем мундиаля, болели за российскую команду. Неудивительно, что главными кумирами современных подростков теперь являются лучшие футболисты мира, а любимым видом спорта, конечно, футбол. Футбол – это отличная игра, в которой действуют 11 человек с разных команд. Это интеллектуальная игра, в ней играет команда. Прежде всего, в футболе главная команда – это команда, тактика, дисциплина и взаимопонимание. Их очень много. Первый – это вратарь Игоря Кенфеев, Денис Черушев, Роберт Ливандовский из Баварии, Мануэль Нойер вратарь. Ну и много других футболистов, особенно наших русских. На смену старшему поколению футболистов растёт достойная молодая смена. Правда, по замечанию Сергея Матюхина, условия для воспитания будущих чемпионов далеки от идеальных. На городском стадионе нет полноразмерных футбольных ворот. Качковатое и неровное футбольное поле грозит юным спортсменам частыми падениями и травмами. Команда участвует лишь в выездных матчах. Нет возможности проводить региональные встречи по футболу Фокина. При этом тренер не теряет надежды, что на волне общей футбольной эпидемии и интереса к данному виду спорта ситуация изменится к лучшему.